Наш проект родился из довольно случайного, как и многое, наверное, в этом мире происходит, из каких-то случайных сплетений, фактов, разговора Телефонова. Когда Алла мне предложила совместную выставку, а мы достаточно часто вместе участвовали в различных выставках, галереи Астей, на других площадках. И возникла тема синтеза несколько неожиданного для нас самих Аркадия и Бориса Стругацких и нашего великого Александра Сергеевича Пушкина. Почему вдруг? Потому что Алла давно уже занималась темой Пушкина, несколько в другом преломлении. Стругацкие меня волновали в каких-то своих вещах, в каких-то своих основных фундаментальных, наверное, повестях, в частности, «Трудно быть Богом». И мы с ней начали этот проект. Проект непростой, проект сложный, но в нем основной, как мне кажется, смысл — это связь времени — XIX, XX и XXI век. Казалось бы, насколько все различно, насколько все по-другому, как по-разному выглядели люди, как по-разному они мыслили. Но тем не менее, вот наше условное название «Лукоморье», некое такое мифологическое пространство, оно как раз органично вписывается и в XIX, и в XX, и в XXI век. Поэтому выставка называется «Лукоморье», пометуя о замечательной поэме Руслана и Людмиле, написанной Александром Сергеевичем Пушкиным. И второе название — «Град обреченный». Здесь уже появляется на нашей сцене Стругацкий. Почему «Град обреченный»? Потому что «Лукоморье» — мифологическое пространство, в котором мы все наблюдаем эксперимент, который тянется уже очень и очень долго. А эксперимент может заканчиваться по-разному. И вот эксперимент советский закончился, как мы наблюдаем, достаточно сложными, турбулентными коллизиями. И «Град обреченный» написан Стругацкими как раз в какой-то степени размышлениями над своей эпохой, над темой построения вообще какого-то такого серьезного, утопического, гармоничного общества, в котором бы, наверное, развивалось все и вся. И развивалось гармонично. Но очевидно, что это невозможно. И братья Стругацкие во многих своих вещах, и в «Трудно быть Богом», и в «Граде обреченным» показали, что наши человеческие силы не способны что-то радикально изменить в мире. Ну вот одна из работ в этой экспозиции посвящена смерти поэта Александра Сергеевича Пушкина. Я здесь подумал о нем как о пророке, потому что по отзывам очень многих современников это был умнейший человек своего времени. Одна из наших задач с Аллой в этом проекте было обязательное включение текстов в пространство работы. Почему? Потому что наше время, наше лукоморье стремительно освобождается от слова. То есть визуальные ряды, всевозможные виртуальные пространства все больше нас поглощают, и нас, и наших детей. Слово отступает, оно съеживается, как шагреневая кожа. И вот нам захотелось сделать проект, в котором бы наши работы были не просто какими-то визуальными, закрытыми ребусами, концептуальными. Нет. Чтобы в них были смыслы, которые зритель, может быть, смог бы прочитать, смог бы увидеть и смог бы ассоциативно связать с какими-то литературными произведениями. И вот эта тема пророка, она проходит через многие листы работы на этой выставке, потому что пророческая миссия, она жертвенна и совершается с полной отдачей всех сил. Ну вот эта вещь посвящена, собственно говоря, любви. Любви в нашем не очень простом мире. Мы с Аллой вообще говоря занимались по большей части этим проектом, вот когда был локдаун первый коронавирусный. И вот это как раз коронавирусная тема. Конспирологи, наверное, здесь найдут повод поразмышлять, откуда взялся этот коронавирус. То ли его сочинили, то ли он вдруг сам возник, что маловероятно, с моей точки зрения. Но это не важно. Вот. И здесь присутствует, видите, свобода, равенство, братство, как некие такие лозунги уже столетия, сметающие толпы в возможные, так сказать, революционные какие-то авантюры, которые, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. И двое влюбленных. И здесь немножечко фон американских каких-то событий. И вплетены сюда тексты, которые достаточно тяжело читаются. И в этом тоже есть задача, потому что для нас важно и усилие зрителя тоже, чтобы он попытался сделать некое усилие, попытался прочитать текст, попытался понять эмоцию или мысль той или иной вещи. Вот эта вещь, этот лист посвящен Онегину. Сложная тема, сложный достаточно лист. Вот. И Онегин поразительно современен. Почему вот мы чем дольше углублялись в ткань нашей работы, в ткань нашего проекта, мы вдруг поняли, что Пушкин, он просто наш современник. Это не 19-й век, это 21-й. Вот посмотрите, здесь есть такие замечательные слова, цитаты из Евгения Онегина. Они включены в эту работу. «И современный человек изображен довольно верно, с его бенздравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанию, преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим действием пустом». Наверное, мы многих узнаем. Я здесь готов узнать себя, потому что очень много суеты, кипящей и пустой. Цели, может быть, не вполне определены. Но, тем не менее, вот наша задача с Аллой была поставлена, и мы пытались к ней идти. И возникли вот эти сложные композиции. Вот справа вы видите такой несколько ускользающий лик Онегина, потому что Онегин вообще напоминает Джокера, такой фантомный какой-то, отстраненный от жизни персонаж, действительно, 21 века, не участвующий в ней, не задевающий вообще никак, никакими углами своего «я» глубоко по-настоящему те или иные явления жизни. Даже дуэль Ленского убийства не оставляет в нем, в общем, каких-то значительных переживаний, если читать текст. И в конечном счете он оплетает полный крах. Встретив Татьяну, он понимает, что прошел мимо, может быть, очень большого чувства. И вот в данном случае в лик Онегина вторгается совершенно инфернальный жесткий лик некого такого, может быть, искусственного разума, искусственного интеллекта, о котором сейчас так много говорится. Это наше лукоморье, это наш сегодняшний день, это наше виртуальное сегодня, в котором Пушкин себя чувствует так же некомфортно, как и мы все. Те две работы посвящены значительной теме, значительной для меня, «Трудно быть Богом». Я думаю, что не случайно Алексей Герман снимал очень сложную вещь именно об этой повести Аркадия Бориса Стругацких. Тема интереснейшая, тема в брошенности некого высокого, интеллектуального, гуманистичного, совершенного, разумного человека, в мир неразумный, негуманный, несовершенный, страшный. Это посланник, посланник высочайшей цивилизации, который должен каким-то образом обустроить эту совершенно страшную, неустроенную жизнь. И он берет на себя, принимает на себя эту миссию, очевидно, что опрометчиво, потому что это очередная Вавилонская башня человеческими усилиями попытаться выстроить некое царство справедливости, рая на земле или на любой другой планете. И Стругацкий поразительно совершенно перечеркивает все, что им было написано на эту тему, с их романтизмом, с их прогрессорством, с их представлением о том, что мы можем где-то что-то построить не только у себя, но и на других планетах более совершенное. И в этом смысле, трудно быть Богом, поразительная совершенно вещь вот этой беспомощности, человеческой попытки, этого абсолютного проигрыша. И вообще это иллюстрация, что благими намерениями услана дорога в ад, потому что Антон Донрумата проигрывает все свои бои. Он теряет любимую утро Аркарнара, потому что любимую, помните, девушку Кира. Потому что он был уверен, что в любой момент он готов ее спасти, в любой момент техника, вертолеты, ракеты, все, что нужно будет под рукой, он ее вовремя заберет. И, собственно говоря, здесь он тоже просчитался. Он не увидел страшной совершенно дворцовой интриги, которую он считал, что тоже совершенно свободно может разрешить и разрешить ее благополучно. Больше того, в эпигрифе романа говорится о том, что вы будете иметь оружие, но не имеете права его применять. И вот это не обогрение рук кровью, это одно из условных божественных начал, то есть не насилие. И здесь Антон проигрывает. Он мстит за Киру, за его спиной гора трупов, он великолепный боец. И поразительно совершенно завершение этого романа, когда он уже на земле, его друзья, в частности Анка, бежит к нему, он встает и говорит, друг мой, протягивает ей руки, и Стругацкий буквально пишет, это была не кровь, нет, это была земляника. И вот эта замечательная точка в романе, что главный герой, благородный, великолепный рыцарь не смог осуществить свои миссии. В этом есть поразительное совершенно прозрение. Всех наших рациональных устремлений устроится по своему разуму в этом мире. Это обреченные попытки, обреченные попытки строительства в Вилонской башне. Коротко вот об этой работе, об этом холсте. Это тоже Дон Румата в трудных достаточно испытаниях, когда трудно устоять перед соблазном очаровательной дамы, Дон Ниакамы, любовницы Дон Рэбе. И он понимает, что он тоже может стать пленником этого соблазна, пленником этого греха. Даже во имя высоких целей там он должен был добыть информацию. И может стать одним из таких вот заключенных. Там идет марш заключенных, помните Ван Гога, вот такая некая цитата. Он может стать одним из них. И по сути он один из них, один из заключенных, потому что он не способен сам своими силами выбраться из плена. В многих и многих обстоятельствах. Эта работа посвящена стихотворению Пушкина «Дар напрасный, дар случайный». Я прочту его. «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью Из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, Ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, Сердце пусто, Празден ум И томит меня тоскою Однозвучной жизни шум». Вот такая несколько напряженная, трагическая нота, которую, я думаю, испытываем мы все, художники, поэты, и не поэты, и не художники. Известен ответ митрополита Филарета, что жизнь дана не напрасна, не случайна. Ну вот, собственно, композиция посвящена вот этим человеческим, правильным и необходимым размышлениям, для чего мы здесь. Эта композиция называется «Первый круг». Она посвящена как раз градообреченному. Тема лукоморья, градообреченный, это вот как бы две точки пути, да, некое изначальное древо, древо жизни, быть может быть, и градообреченный, это некая конструкция, которая, видимо, в чем-то обречена быть незавершенной, и может быть, даже разрушенной. Это такое стихотворение Пушкина. «Но предчувствую разлуку, неизбежный, грозный час, сжать твою, мой ангел, руку я спешу в последний раз, бурной жизни утомленной, равнодушно буре жду, может быть, еще спасенный, снова пристань я найду». И теперь небольшая цитата из градообреченного. Ну вот, произнес некоторой торжественностью голос наставника, первый круг вами пройден. А почему первый? Потому что их еще много впереди. И вот эта завершающая фраза говорит о том, что лабиринт жизни не пройден. И сколько еще кругов надо пройти не только герою Андрею Воронину, а может быть, и всем нам, и Александру Сергеевичу Пушкину в вечности, всем, кто приходил на землю, найти свой выход из лабиринта жизни, лабиринта, может быть, страстей, каких-то падений и выхода на более совершенный, гармоничный, светлый урой. Проект двух очень искренних художников, искренних по своей постановке задачи, нам не хотелось сделать комфортные, красивые, загадочные, ребусные вещи. Нам очень хотелось и хочется диалога с самими собой, с нашими замечательными, великими литераторами, Александром Сергеевичем Пушкиным, Аркадием Борисом Стругацкими, и, конечно же, с вами, с теми, кто придет смотреть наши работы. Мы не стремились понравиться, мы делали то, что считали нужным. И что самое главное, я, по-моему, говорил об этом, подчеркиваю, что мы наши работы специально, программно включали тексты, чтобы работы несли определенный бэкграунд, определенные смысловые акценты, определенные смысловые ключи, которые помогут понять, о чем, собственно говоря, все это и вся эта выставка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok